Здравствуйте, дорогие друзья, любители и почитатели уральской кухни! Я очень рада сегодня тому, что после моего воззвания о том, что мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом, это воззвание услышали некоторые наши молодые люди и пришли к нам в гости. И сегодня у нас в гостях молодой кулинар, молодая домохозяйка Юлия Шако, которая приготовит нам свой фирменный рецепт, нет? Да, можно так сказать. Здравствуйте! Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте еще раз нашим телезрителям! Вы нам покажете, что сегодня? Тарталетки, начиненные грибами, сыром и чесноком. Это очень быстрое блюдо, которое можно сделать за 5-10 минут. Как наши девочки говорят, блюдо называется «Гость на пороге». Но для этого дома должны быть тарталетки. Их и покупают на сегодняшний день. Да, конечно, их можно, конечно, и сделать, но... Грибной фарш, да, не грибной фарш. Грибы пережаренные, да, чеснок и сыр. Итак, вот на этой терке что вы будете тереть? Сыр. Сначала сыр возьмем. А я тогда буду готовить вот чесночок, правильно? Чесночок буквально, наверное, одно, может быть, две. А, две чесночинки из всего? Да. Итак, чеснок, сыр, майонез, на мелко нарезанные грибы. А какие у нас, Юль, грибы с вами? Грибы, шампиньоны, ну, в общем-то, можно любые брать. Грибы, шампиньоны. А вы, Юля, смотрели когда-нибудь наши передачи? Или так вот взяли и просто бросили работу? Ну, я видела несколько интересных передач, несколько интересных блюд. Несколько интересных блюд посмотрели, да? Заполнили какие-нибудь, нет? Конечно. А то у нас есть одно фирменное. Мы все время показываем, даже когда не просим. Лечо с огурцами называется. Они делали, да, прекрасное блюдо, очень вкусное, готовилось. Кстати, я сама попробовала его сделать. Какие, понимаете, в томатном, в томатный сок, и там огурцы. Какое-нибудь блюдо получается замечательное. Еще даже его пить можно было. Маленьким баночком пробовала делать. Так, и так все мы натерли, да? Чеснок мы тоже мелко режем? Лучше на терке. На терке. На мелкой, мелкой терке. Чтобы его практически не было. Ну, давайте. Так, это все блюдо. Да, это мы готовим такой фарш для тарталеток. Тарталетки. Вот видите, дорогие телезрители, у нас опять с вами быстренькое блюдо. Гость на пороге. А как вы считаете, в чем его изюминка, этого блюда? Я просто люблю очень грибы, поэтому для меня все блюда с грибами, это, конечно, все очень вкусные. И самое главное, что это очень быстро. Понятно. А грибы же вы, наверное, используете как фарши в варениках, да? В варениках не пробовала, а так, да, я очень часто с грибами готовлю. Готовите часто с грибами, да? Это обыкновенные наши шампиньоны. Так. Получилось там у нас? Получилось. Вот еще одна чесночинка. Или той достаточно? Я думаю, достаточно. Хорошо, оставляем это на базе. Вот. Все, берем теперь грибы и майонез. Грибы и майонез. Любой майонез, да? Никаких там изысков нет. Только. Как часто вы себя балуете такими тарталетками? Ну, чаще всего, когда приходят гости. Да? Да. Гости приходят. Неожиданно? Да, бывает и неожиданно, потому что очень быстро все это делается. Угу. Ну, вы тоже думаете. Грибы у вас заранее всегда в запасе бывают, да? Как правило, да. Да, они пережаренные у меня. Пережаренные, например, даже готовятся заранее. Ну, в морозилке их можно оставлять, с ними ничего не будет. Даже пережаренные морозилки, да? Пережаренные. Ну, вот, дорогие телезрители, пережаренная заготовка из грибов. Тот самый фарш, который выручит. Собственно, этот фарш везде же можно использовать. И в бульоне, да, наверное, в супе можно каком-то. Ну, да, в общем. В салат его добавить можно. Поэтому. Ну, самое главное, что отравлено для нас, это то, что, наконец, молодые люди тоже пришли на кухню. Супер бабушек, как мы называем себя. Все, начинка у нас готова. Начинка готова. Начинаем формировать вот эти ваши тарталетки. Тарталетки, да? Да. Так. А зелень у нас потом? Зелень просто для украшения. А для украшения? Кто любит, можно сверху. Понятно. В общем, как бы, чтобы внизу родилась елочка. Получилось. Сверху. Так, посмотрю, какие же у нас в нашей книжке «Уральское застолье» пожелания для молодежи. Пожелания где-то тут мы писали для молодых людей специально. Есть ли какое-нибудь хорошее пожелание? А может быть, есть всякие пожелания. Кстати, для молодежи у нас в «Уральском застоле» такие пожелания. Пока Юля делает тарталетки. Никому не навязывайтесь. Ни с кем не связывайтесь. И никому не привязывайтесь. Ну, наверное, в этом есть что-то, да? Свобода остается. Да, свобода. Вот хоро, да. Учись терпеть, учись терять. И при любой житейской стуже учись улыбкой повторять. Прорвусь, бывало и похуже. Согласна таким пожеланиям? Согласна. Согласна таких пожеланиям. Случайных встреч на свете не бывает. Друг другу для чего-то мы нужны. Один нам словно ангел помогает, Другого искренне поддерживаем мы. Вот такие красивые тарталетки, которые мы также назвали. Теперь уже нашим любимым названием, которое нам подарила еще в прошлый раз Галина Зачупенко, блюдо «Гость на пороге». Гость на пороге, а у нас уже все готово. Спасибо большое, Юлечка, что вы нас так порадовали. Хозяйничайте, выбирайте для нас рецепты. И они всегда хороши, когда кто-то добавляет свою изюминку. Вот что-то-то вот такое. Ну, нечего добавить, надо прямо эту изюминку просто воткнуть. И вот наша творческая заработка. Спасибо вам за приглашение. Всего доброго. Приходите еще раз. Давайте еще одно блюдо с вами какое-то сделаем обязательно. До свидания, дорогие телезрители. До свидания. И вас теперь тоже мы ждем. Субтитры сделал DimaTorzok